Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Как правило, они обладают очень плохой растворимостью. При этом биомолекулы, они, как известно, достаточно быстро деградируют в присутствии биологических жидкостей. Основная проблема связана, конечно, с отсутствием селективности, и это, конечно, связано с цитотоксическими соединениями. Как мы можем решить проблему вот таких неблагоприятных свойств лекарственных препаратов? Ну, решение такой проблемы, опять же, было предложено достаточно давно, как вы знаете, теорию магической пули. Что если мы загрузим лекарство в данном случае в некую полимерную матрицу, создадим систему доставки, которая может быть инжектирована в тело пациента, ну и затем каким-то магическим путем эта система прибудет вместо действия и путем различной манипуляции, либо это простая диффузия, либо деградация самой матрицы, лекарство будет высвобождаться и приведет к некому терапевтическому эффекту. Ну и вот на самом деле нанотехнология достаточно является эффективным средством создания таких лекарственных формуляций. Почему мы можем использовать средства нанотехнологические? Ну, во-первых, можем действительно улучшать физико-химические параметры лекарственных форм. Мы можем создавать лекарственные скафалды, которые позволяют значительно улучшить фармакокинетические и фармакодинамические свойства нашего лекарства. Но при этом мы можем создавать или включать механизмы, которые позволяют доставлять это лекарство достаточно специфическими. Ну и другая проблема, мы можем создавать долгоиграющие формы, а это очень важно для лечения хронических заболеваний, когда ваше лекарство должно даваться пациенту достаточно часто и на протяжении долгого времени. Ну и вот концептуально такая идея зародилась в нашем колледже, в колледже of pharmacy в университете Небраска, поскольку никто не знает, где находится Небраска, я хотела включить этот слайд. Довольно давно, в конце 90-х годов прошлого столетия, группа людей объединилась под идею возможности использования процессов нанотехнологических drug delivery, и мы организовали центр, который так и называется, Center for Drug Delivery in Nanomedicine. Был он организован в 2004 году, и в то время это был первый такой центр в американских штатах. Сейчас мы, возможно, не найдем ни одного университета, в котором такого центра нет, но в то время мы были первыми, и этот центр включает, как вы видите здесь, достаточно много ученых из абсолютно разных областей. Сюда входят и ученые basic science, и клиницисты, и нас объединяет одно – общая задача и возможность решения этой задачи совместно. Ну и поскольку мы говорим о системах доставки лекарств, то разнообразие просто невообразимое. Как вы знаете из литературы, огромное количество различных доставочных срез используется в нашем центре, вот это только та часть, над которой мы работаем. Ну, я, как бы, всегда интересовалась различными полимерными структурами, в частности, полимерными целыми, полимерными коньюгатами, и вот мы также работаем над системами наногелии. И сегодня я хотела немножко просто рассказать вам о наногелях. Что это такое? Ну, как вы понимаете, гель – это полимерная сетка, и когда мы используем приставку «нано», ничего особенного здесь нет, просто эта сетка сконцентрирована в нанообъеме. Почему такие системы представляют интерес? Ну, во-первых, эти системы крайне гидрофильные. 95-98% таких систем – это вода. Они обладают достаточно большой емкостью для различных лекарственных форм и, конечно, представляют неограниченные возможности манипуляции составом таких систем. И плюс у них есть достаточно интересное свойство, что они достаточно быстро отвечают на изменения окружающей среды. Как такие системы могут приготовиться? Ну, существуют стандартные методы. Одним из первых методов, которые были использованы, это называемая самоассоциация полимерных цепочек за счет либо различных связей, либо гидрофобных, либо гость-хозяин взаимодействий. Можно использовать сшивание уже при приготовленных полимерных цепочек. Наиболее используемый метод, безусловно, полимеризация в коллоидных системах, то есть в капельках, которые уже имеют наноразмеры. Но вот в последнее время был изобретен достаточно интересный метод, использующий литографию на несмачиваемых подложках, так называемый принт, позволяющий не только контролировать размер наночастиц, но также контролировать их форму. И в данном случае этот метод также может быть использован для приготовления наногелия. Но если мы рассмотрим все эти системы, то, в принципе, вы работаете с системой, в которой сшивание цепей происходит абсолютно случайно. А все-таки интересно регулировать положение цепочек в такой системе, которая позволяет вам использовать сегрегацию полимерных цепей, сегрегацию фаз для различных манипуляций. И для того, чтобы достичь такой сегрегации, конечно, интересно использовать некоторые подложки или матрицы, которые изначально позволяют вам разделить цепочки в пространстве. И вот такой очень интересной матрицей является полимерная мицелла, состоящая из ядра и короны. Но если в этой мицелле вы проводите химические реакции в той или иной среде, в результате вы получаете некую сшитую полимерную сетку. Ну а вот сегодня я как раз хотела вам рассказать о таких ядро корона наногелии и немножко об их свойствах. Ну, готовим мы их так называемым тимфлейтным методом. И в данном случае мы в свое время работали очень много в области так называемой блоки номерных комплексов. Что это такое? Вы берете гидрофильный полимер, в котором существует как минимум две части. Одна незаряженная водно-растворимая, другая заряженная. И такой полимер в принципе не обладает способностью к самоорганизации виросуров. Но при нейтрализации электростатического заряда, используя любые противоположно заряженные частицы, вы можете индуцировать амфифильность, и в результате этого ваша полимерная цепочка, извиняюсь, фактически образует некую мицеллярную структуру. Ну и вот такую систему мы использовали для приготовления геля. Все очень просто. Анионный сополимер, который ассоциируется с ионами металла, проявляется реакция шивка внутри такого ядра, и в результате получается сферическая частица, абсолютно гидрофильная, но при этом она сшита. И мы используем различные методы, мы используем различные полимеры, можем регулировать степень шивки, можем регулировать качество растворителей и так далее. Но цель у нас одна. Как создать систему, в которой будет гидрофильная корона, позволяющая улучшить фармакокинетические свойства такого агрегата. Ну а внутри коры у нас находится полимерная эскететка, которая является, в общем-то, частью нашего доставочного средства, в которое мы загружаем рекальство. Основным свойством таких систем является, конечно, способность к надбуханию. Я была просто счастлива вчера слушать лекцию профессора Литвинова, который много говорил о механике и об эластичности таких систем. Вот наши гели способны за счет того, что у них находится колоссальное количество заряженных групп внутри ядра, они способны к обратимому набуханию и калопсу таких сеток. И мы можем это контролировать очень легко, очень просто, за счет малипуляции природы, химической природы кросслингера или их количество. Но вот насколько мы знаем в наночастицах, вы прекрасно это знаете, что заряд, размер, форма определяет последующую судьбу такой конструкции в биологической жидкости. А вот как быть сам с эластичностью? И вот эта проблема нас занимает сейчас более... Интуитивно мы понимаем, что система, которая способна к деформации, будет обладать немножко другими свойствами. И вот наши первые разработки, я решила просто их показать, показывают вам, что действительно, если вы возьмете жесткий гель, который сшит практически до максимального числа, и сравните его с мягким гелем на 20%, вы видите, что вот этот сфероид, приготовленный из раковых клеток, достаточно жесткая структура и очень плотно упакованная, вы видите, что мягкие частички способны проникать гораздо глубже в такой гель за счет возможных деформационных изменений в этой структуре по сравнению с жесткими частицами. Другое интересное свойство наших наногелей, мы совершенно неожиданно обнаружили, что они по-разному взаимодействуют с клетками. Если мы посмотрим на обычные эпителиальные клетки, мы увидим, что наши гели, они застревают на поверхности клетки и не проходят внутрь. И это связано с тем, что на самом деле клеточки связаны между собой тесными соединениями. Как только вы эти тесные соединения разрушаете, тут же мы видим, что наши наногели могут входить в клетки. Но если вы возьмете раковые системы, то там независимо от конкурентности эти гели способны проникать внутрь. И это на самом деле также связано с их некой мягкостью, потому что мы показали, что независимо от свойств полимера, таким же свойством обладают липосомальные формуляции, такие как всем вам известный доксил. А если вы возьмете жесткую частицу с таким же размером, с таким же поверхностным зарядом, то, как вы видите, независимо от конкурентности клеток, они прекрасно проходят внутрь. И вот такое свойство было нами объяснено тем, что наши гели используют совершенно другой вход в клетку. Они проходят не через клантри, а через кавиоли. И в клетках, в которых эти кавиоли нарушены, так как, например, в раковых клетках, на самом деле и позволяют им процессироваться этой клеткой, что дает нам возможность балансировать между захватом раковой клетки и захватом нормальной клетки. Ну и для чего мы их используем? Ну, на самом деле мы их используем для загрузки не гидрофогных вещей, а достаточно хорошо растворимых молекул, что, в общем-то, является непростой задачей. И вот один пример, который я хотела вам привести сегодня, это цисплатина. Как вы знаете, это лекарство достаточно широкого спектра, с несимпатичными свойствами, поскольку является достаточно токсичным, вызывает достаточно серьезные побочные эффекты. А что самое главное, необходимо, чтобы достичь терапевтических дожин, надо вводить его лекарство в достаточно больших количествах. Чем интересно цисплатина, что у нее есть два леганда, которые имеют способность к электрофильному завещению. И одним из таких леганд является карбоксильная группа. И что важно, что эта карбоксильная группа является хорошо уходящим легандом. Что это значит, что в присутствии ионов хлора такая связка будет замещаться, и наше лекарство будет высвобождаться в активной форме. Но и много не говоря, мы можем загружать цисплатину в наши гели, в зависимости от их структуры, с достаточно высокой емкостью, до 40%. Если вы видите, манипулируя структурой нашего гелия, мы можем регулировать его высвобождение в активной форме. Ну и как любая наносистема, конечно, эта активная форма, менее цитотоксична по сравнению с исходным веществом, потому что мы понимаем, что сначала наше вещество должно выделиться из системы доставки, прежде чем оно будет обладать терапевтическим эффектом. Но включение цисплатины позволяет нам значительно улучшить формакокинетические свойства, улучшить циркуляцию, уменьшить накопление лекарства в почках, что является одним из основных побочных эффектов. Но при этом мы, как знаем о любых наноматериалах, они начинают накапливаться в печени и в селезенке. При этом мы провели достаточно серьезные токсикологические исследования, показали, что наши наногели позволяют убрать токсичность, как хроническую, так и acute токсичность. При этом мы видим, что даже после месяца, после принятия дозы цисплатины, наши мышки все равно, у них нарушена функция почек. Но когда мы посмотрели на терапевтическую активность нашего наногеля, она была, прямо скажем, удручающей. Хоть она и была статистически сигнификантна, но, как видите, опухоль все равно растет. Я хотела сказать, что это очень агрессивная опухоль, но, тем не менее, мы были нескольким образом разочарованы. Что делать? И мы решили попробовать использовать так называемую активную доставку. В этом случае мы используем леганды, которые позволяют специфически доставить наше лекарственное средство клеткам опухоли. Ну и поскольку мы работаем с моделью рака яичника, конечно, мы решили использовать самый простой леганд, это фолиевая кислота. Как известно, 8-85% случаев рака яичника сопровождаются у экспрессии фалатного рецептора. Ну вот такой наногель был промодифицирован фолиевой кислотой. И, как вы видите из этого слайда, мы тут же увидели специфическое селективный захват таких наногелей клетками, которые экспрессируют фалатный рецептор. И если мы перейдем инвивы, мы видим увеличение накопления платины в опухоли. И мы увидели достаточно хороший эффект, терапевтический эффект и продление жизни нашего животного. Но, тем не менее, все равно мы на этом не остановились и решили, а что, если мы увеличим выделение нашего лекарства за счет диссоциации самого нашего носителя. И поэтому мы переместились в сферу других полимеров. Сейчас мы работаем с полимерами на основе полиаминокислот, которые являются деградабельными. И при этом мы еще и усложнили нашу систему. В данном случае мы работаем с амфифильными саполимерами, которые состоят из ионного блока и гидрофобного блока. Ну и теперь, поскольку мы работаем с амфифильным полимером, они самопроизвольно дают мицеллы, которые мы затем устабилизируем сшивками. Но в данном случае мы получаем очень интересный носитель. Наша ионная с вами прослойка, она обладает способностью инкорпорировать различные водорастворимые вещества. Но при этом теперь, имея гидрофобное ядро в такой мицелле, мы можем туда загружать гидрофобные лекарства. И как вы знаете, одной из первой линий терапии рака яичника является платиново-токсановая терапия. Ну вот этим мы и занялись. Мы сгрузили в наш наногель и цисплатину, и паклитоксел, которые обладают абсолютно разными физико-химическими свойствами. При этом структура нашего носителя не изменилась. И мы с вами, мы как бы увидели, что у нас идет релиз наших двух лекарств. Он как бы разделен во времени. Паклитоксел физически инкорпорирован, а цисплатина введена в такой карьер за счет координационной связи. Но что было гораздо более важно, что вот эта комбинация в таком формате дала абсолютно суперпозитивную кооперативность с точки зрения активности, цитотоксичной активности. Если вы видите параметр кооперативности, он меньше 0,1. Ну и как вы видите, ин виво, конечно, совершенно другой результат. В течение нашего эксперимента мы практически не видели роста опухоли, рост был подавлен. При этом, если мы посмотрим, мы увидели существенное понижение пролиферации клеточных клеток и увеличение степени апоптоза. При этом все эффекты, побочные эффекты цисплатины на почке были нивелированы. Ну и накопление нашего доставочного средства в печени и в селезенке также не приходило к каким-либо побочным патологическим эффектам. Но в данном случае мы использовали обычный ксенограф, который заключается в подкожном введении оповых лек. Как мы говорим о раке яичности, никакой подкожная опухоль абсолютно не имеет никакого отношения к этому раку. Поэтому мы решили, а что если мы двинемся немножко дальше и попробуем все то же самое в модели, которая более приближена к раку. А это полость интерперитониальная. Поэтому мы используем модель, в которой раковые клетки вводятся в интерперитониальную полость. Они у нас мечены люциферазным. Люциферазы и поэтому мы можем следить за ростом этой опухоли в системе имиджинга. Эта опухоль очень агрессивная. В течение двух недель начинаются образования асцитов и метастазы в печени и в диафрагму. Но тем не менее, когда мы ввели наш лекарственный препарат в такую систему, мы увидели опять же, что эффект значительно пониже. То есть на самом деле в реальной ситуации действия нашей лекарственной формы гораздо менее обнадеживающие, чем в модели подкожного введения. Ну и что мы сделали? Решили улучшить доставку. Ввели фалатные рецепторы, которые действительно узнают клетки, экспрессирующие этот рецептор. Это все было в порядке. И вот результаты инвивоэксперимента. Если вы увидите, с точки зрения роста опухоли и внутрикровяное введение нашего, и внутрикровяторниал деливери, все дает прекрасные результаты. При этом статистически увеличилось время жизни нашей модели. Мы увидели снижение биомаркеров в крови животных. И при этом мы не видели, как всегда, токсичности. Вот достаточно интересный такой пример. Ну поскольку я, наверное, уже свое время истратила, да? Нет еще? Тогда я еще один вам пример приду. Да, совершенно забыла. А зачем, меня всегда спрашивают, а зачем вам доставлять два вещества вместе? Какой в этом смысл? Потому что ведь в клинике действительно существуют так называемые коктейли. И на самом деле в нашем случае мы в каком-то смысле были просто-напросто удачливы. Если мы посмотрим на клиническую рецептуру лечения платиной и токсановыми препаратами, на самом деле очень важен порядок введения лекарственного препарата пациенту. И, как правило, сначала идет введение паклитоксела или доситоксела, а затем идет платиновая часть терапии. И вот на самом деле, если вспомните профили релиза, наша система как раз и выделяет лекарства в таком порядке. Сначала выделяется паклитоксел из наногеля, а затем на него накладывается действие цисплатины. И вот мы решили провести еще один эксперимент и сравнить, а есть ли какой-то бенефит от того, что мы загружаем оба лекарства и доставляем его как единое средство доставки, или мы можем смешать два наших наногеля, один загруженцы с платиной, другой паклитокселом. И на самом деле мы показали, что да, в этом есть смысл, вот этой одновременной доставки в опухоль, в клетку двух лекарств совместно, которые приводят к такому синергизму или к оперативному эффекту. Но на самом деле вопрос о активной достатке лекарственных форм, он до сих пор является, так сказать, неочевидным, поскольку мы понимаем, что аффинность даже наших антител, она все равно будет достаточно, должна быть сбалансирована, если мы примем во внимание возможность связывания нашего леганда с различными неспецифическими мишенями в нашем теле. Ну и вот другой пример, который я хотела вам показать, и также вам, так сказать, показать важность, как важно работать нам все вместе. Мы, которые работаем, в общем-то, в области науки материалов, в области полимеров, биологи, которые рассматривают механизмы заболевания, и клиницисты, для того, чтобы создать систему, которая действительно будет отражать ту или иную биологическую картину заболевания. Ну вот вы знаете, что существует так называемый ИРПТУ-позитивный рак груди, это приблизительно 20-25%. Сейчас для этого типа рака действительно создана она из первых, так называемых, молекулярных терапий. Но рецептор ИРПТУ, у него достаточно интересная судьба, собственно, внутри клетки. Так сказать, его повышенная онкогенность связана с тем, что этот рецептор не интернализуется. Он достаточно быстро проходит ресайклинг в клетке и возвращается на поверхность, и снова начинает инициировать downstream signaling. Когда он связывается с антителом, при этом такая система начинает юбиквитинироваться гораздо лучше и начинает процессироваться через лесосомы, разрушение рецептора, но всё равно этот процесс достаточно ограничен. И вот ИРПТУ-рецептор является client protein для хит-шок протеина 90, и было показано, что если заингибировать этот протеин, вот тут-то и можно увеличить юбиквитиниацию рецептора и на самом деле изменить эндоцитоз от ресайклинга до лизосомального разрушения. И вот мы и решили, а что, если мы используем вот такой принцип эндоцитоза для того, чтобы доставлять наши наногели гораздо более эффективно, используя ИРПТУ-рецептор. Идея очень простая. На самом деле включение лекарственного препарата, цитотоксичного препарата и ингибитора хит-шок протеина в одну и ту же молекулу или доставлять их в вилле коктейля. И при этом мы используем не только фактически разрушение самого рецептора, но также его используем, интернализацию рецептора для доставки нашего лекарства. И вот для того, чтобы показать вам очень быстро это на примере, если вы посмотрите на эту картинку, красная – это фактически визуализация самого ИРПТУ-рецептора, а зеленая – это наш наногель, который покрашен соответствующими антителами. Так вот, если вы видите, такую картину будет индувлять до 8 часов. Вот этот наногель садится на поверхность, ничего с ним не происходит. Вот он так и сидит на поверхности. С этой точки зрения наша доставка внутрь клетки, конечно, будет под вопросом. Но если вы добавите сюда ингибитор, хит-шок протеиновый видящий, достаточно быстро, мы видим наш наногель и наш рецептор внутри лизосомы. Вот это вот кинетика самого процесса, как вы видите, в течение уже 4 часов практически весь рецептор и вся наша достаточная система уже в лизосомальном пространстве. Ну, поэтому мы и решили использовать наши наногели и доставить доксорубицин, один из стандартных лекарственных препаратов в лечении рака груди. И мы показали, что действительно такая система, ингибитор хит-шок протеина, в данном случае это производная гельдомицина, и доксорубицин обладает, опять же, позитивной активностью. И что главное, что это происходит только в тех клетках, которые экспрессируют ИРПТУ-рецептор. Ну и то-то очень много кривых, потому что мы пытались внести любые контроли, которые возможны. Но, так сказать, говоря о выводах, вот посмотрите, что происходит. Это вот наш тростозумаф, который в данном случае мы используем в количестве, которое является нетерапевтическим, но тем не менее он обладает неким положительным эффектом с точки зрения супрессирования роста опухоли. Это наш наногель с доксорубицином, простой доксорубицин, все работает более не менее. Если мы возьмем просто наногель с включенным в него доксорубицином, мы увидим достаточно интересный эффект за счет доставки лекарственного средства. А вот эта кривая, это на самом деле комбинация ингибитора, доксорубицина и меченого наногеля. Как вы видите, не только опухоль не растет, но даже в 50% наших животных мы наблюдали исчезновение твердой опухоли. Ну вот на этом я, пожалуй, хотела бы остановиться и просто сказать, что с одной стороны мы, конечно, эксайты, что у нас такие интересные результаты, но путь к, так сказать, трансляции достаточно долг. И на этом пути существует достаточно большое число барьеров. И первый барьер, это, конечно, дизайн самого, фактически нашего доставочного средства. Мы, конечно, должны понимать, что, во-первых, синтез должен быть очень простым, а главное, абсолютно контролируемым. И поэтому создание методов синтетических и синтетических методов, которые позволяют скейл-ап наши полимерные системы, это очень важно. Мы до сих пор не знаем, каков эффект действительно механических свойств таких систем, как ее надо нам провести, инжиниринг какой системы, чтобы использовать все возможные преимущества таких систем. Ну и, конечно, основным, я бы сказала, барьером к трансляции, это, конечно, на самом деле у нас совсем еще мало данных, полученных in vivo, а самое главное, полученных в реальных системах, пусть это будут животные системы, но системы, которые как можно более близко отражают состояние, биологию того или иного заболевания. Ну, я хотела бы в конце, конечно, поговорить людей, которые делали эту работу, поговорить моих коллег, финансирование, которое позволяет нам заниматься этими вещами. Хотела бы поблагодарить вас за ваше внимание. Спасибо большое.